приветствую это небольшое видео посвящено обзору конструкции с головкой головки с автомобиля volkswagen причем это старый очень двигатель объемом 1.3 либо 1.2 честно говоря даже не знаю мне друг принес эту головку купил в общем для подарка ну и мне на чисто обзор конструкции значит мне хочется как всегда я испытываю слабость к подобным вещам потому что мне всегда интересно какой был автопром ранее то есть что делали делалось раньше и ночь у меня есть от нее впускной коллектор вместе с карбюратором который здесь стоял но обо всем по порядку итак головка 8 клапанный двигатель с крышкой клапанов значит сразу же хочу заметить что крышка крепится то есть еще довольно давно volkswagen стали делать вот такие вот большие шайбы которые прижимали крышку крышка обычная металлическая металлическая штампованная так то есть она эта простота конструкции на ее здесь пока положу дальше здесь стоит прокладка под крышку она имеет вот такие вот специальные вставки из 100 стали ну то есть в общем железные такие чопики ограничители своеобразные то есть когда ставится крышка чтобы не передавить прокладку в то же время крышка зажимается равномерно то есть она зажата на одинаковую высоту везде она зажата хорошо то есть болты зажимаются и в то же время прокладка не передавливается то есть технология на самом деле хорошая применялась а давно в автопроме то есть не везде сейчас делают подобные вещи так дальше что касается самой конструкции сама конструкция имеет здесь 8 клапанов они расположены прямо перпендикулярно поршню конструкция сама по себе мега простая то есть здесь стоит распредвал он стоит всего в 3 на 3 опорах в принципе это не сильно хорошо то есть все таки когда полноценная опора у распредвалов это намного лучше но и в данном случае это неплохо значит здесь применяется система с рокерами и с регулировкой клапанов чем-то напоминающие жигулевскую систему тоже есть вот такие вот шайбы скобы которые держат рокера ну и регулировка осуществляется здесь то есть через верхнюю часть то есть очень простая система что касается состояния этой головки хочу сразу сразу же заметить что здесь вот например хорошо будет видно на этом кулачке значит есть на распредвалу повреждения небольшие то есть вот они распредвал он немножко подраны здесь если посмотреть на вершину кулачка я думаю видно вот здесь вот хорошо как раз видно что она имеет такую подранность но и такие в принципе они все кстати говорю вот он например 4 он имеет побитости но при этом если провести пальцем то есть ты чувствуешь некую неровность но вот здесь вот вот в этих вот местах ступеньки нету то есть распредвал он находится в таком состоянии что ну я это называю полу рабочее состояние потому что ступеньки здесь нету то есть он еще геометрию свою не потерял кулачком кулачком как-то сильно но тем не менее он уже изношен то есть возможно здесь было масляное голодание или еще что-то в этом роде вообще подобные распредвалы я рекомендую менять потому что вот эти вот повреждения да он не разбитый распредвал но они уже не притрутся то есть если здесь повреждение она будет дальше разбивать рокер распредвал очень быстро сожрется единственный вариант чем можно действительно помочь вот этой системе так как распредвал не потерял свою геометрию здесь залить какую-нибудь антифрикционную добавку например тот же супер так вот он здесь реально поможет он просто продлить немножко ресурс вот этого вала и не надо не нужно будет ничего выбрать просто сам сама головка ходила в принципе правильно потому что тыльная сторона кулачка я думаю здесь видно что она темная покрытая нагаром вот и вот с другой стороны то есть все остальные кулачки здесь хорошо видно переход кулачка например с одну то есть рабочей части на часть нога это говорит о том что клапана здесь регулировались нормально они не были поджаты сейчас даже попробую его повращать то есть вот даже если мы его немножко повращаем то есть видно что кулачки с тыльной стороны они все принципе здесь вот они в этом в нагаре то есть состоянии неплохом головка также хочу заметить что на этой головке сделан раздельно впуск и выпуск то есть впуск с одной стороны соответственно вот он здесь стоит кстати под бензонасос отверстие выпуск соответственно идет на другую сторону и камера сгорания похоже на последующие версии подобных головок то есть ты уже говорил клапана стоят перпендикулярно есть вытеснитель с одной стороны вытеснитель с другой стороны причем все они имеют острое хорошие нормальные кромки то есть ничего здесь у них не сглажено ничего такого здесь нет но вот здесь вот хорошо видно на примере вот этого клапана давайте его сейчас распредвал чуть-чуть покручу вот например сейчас раз ну вот он максимальный подъем так ну конечно болтается он здесь ну больше чем скажем норма но дело не в этом то есть здесь с этой стороны хочу обратить ваше внимание что в такой конструкции всегда присутствует зона мало эффективности то есть вот с этой стороны видно что расстояние от шляпки клапана до стенки камеры сгорания крайне невелико и в судя по прокладке вот здесь вот то есть можно было вот эту часть немножко расточить ну проточить убрать то есть чтобы чуть-чуть увеличить эффективность но к сожалению этого сделано не было то же самое касается например выпуска но с выпуском дела чуть получше то есть там не так ну есть тоже зона малой эффективности но она не так сильно развита как на впускных клапанах пожалуй самое интересное на этой головке это конструкция впускного коллектора хочу заметить что впускной коллектор он сделан под один карбюратор то есть вот он чуть позже об этом расскажу так дальше коллектор имеет фактически равнодлинную конструкцию то есть у него все каналы между собой они равны потом они сходятся в два и соединяются в один получается расстояние карбюратора от головки довольно длинная но в то же время компенсируется немножко ну вернее оптимизируется вся конструкция по течению газа то есть большой патрубок с одной стороны который расходится на два равнодлинных с одной и с другой стороны такая конструкция коллектора позволяет обеспечить наилучшее наполнение цилиндра то есть с одним общим дросселем карбюратором но так как это двигатель малообъемно если бы это был бы двигатель скажем литра 2 или хотя бы какую-нибудь там 16 18 это было бы еще неплохо но на 1 и 3 двигатель или на 1 и 2 все-таки очень большой коллектор и сильно удален дроссель от впускных клапанов то есть конструкция эффективная хорошая но тем не менее то есть можно было бы сделать немножко ее эффективнее также что не менее интересно в этой конструкции коллектора дело в том что он не подогревается охлаждающей жидкостью как обычная коллектора здесь есть вот такие вот каналы которые идут к выпускным клапанам сначала я думал это система рециркуляции отработанных газов вот она все на коллекторе но то есть вот это вот средний канал по которому все идет но во внутрь он не выходит то есть там ничего нет то он идет вниз вот сюда он идет выходит вот он вот он этот канал и он выходит наружу то есть и охлаждающей жидкости если здесь посмотреть то есть никаких каналов подачи охлаждающей жидкости в коллектор здесь нету не с этой стороны нигде либо на коллекторе то есть такая система подогрева коллектора довольно интересно то есть эффективность заключается в том что в принципе коллектор прогревается именно центральная часть где распыление идет топлива быстрее при холодном запуске потому что выпускными газами он греться будет значительно быстрее то есть весь коллектор но с другой стороны например в жаркую погоду когда не нужна такая сильно сильно большой подогрев коллектора эта система может оказывать пагубное влияние к тому же подогрев средней части какую бы он большой не был он не обеспечивает подогрева охлаждение коллектора со всех сторон то есть вот в этих местах смесь может даже в теплое время года скажем ухудшается смеси образования потому что коллектор не имеет должную температуру теперь что касается конструкции впускных каналов непосредственно до этого я всегда показывал все на разобранных головках в этот раз мне хочется показать немножко по-другому всю систему значит вот он впускной канал я хочу заметить что он но он имеет почти круглую форму то есть он немножко вытянутый но он не имеет никаких приливов какой-то там чего-то висячего каких-то ступенек направляющая немножко смотрит в канал то есть что не мешает абсолютно его работе то есть клапан сейчас находится в своем максимальном максимально открытом положении при этом хочу заметить что вот то есть исполнение канала все это показывает что их тому что канал выполнен с завода великолепно то есть ну раньше вот почему-то делали головки где в канал и ничего не торчало никаких ступенек не было станочная обработка ж было ведь все-таки нормальная почему сейчас этого не делают также что касается непосредственно самого клапана то есть почти т-образная форма то есть если убрать немножко светочувствительности вон она седло то есть отлично в этом плане то есть ведь раньше все таки делали в принципе то же самое можно сказать и о выпускных кого каналах то есть канал сам имеет диффузорную форму я рассказывал в предыдущих видео то есть по конструкции идет расширение от самого седла клапана до его выхода наружу то есть канал он опять же таки не имеет никаких ни приливов ничего он правда здесь немножко смещен от центра направляющей то есть центра клапана так но это обусловлено здесь не тем что такой канал будет иметь там лучшую какую-то пропускную способность или еще что-нибудь в этом роде это обусловлено просто конструкции головки потому что здесь идет крепление головки на блок соответственно то есть канал на не должны были сделать небольшим смещением то есть канал опять же таки он почти круглый то есть он имеет более-менее такую скажем прямоугольную форму с такими то есть со скругленными краями то есть но фактически он можно считать его почти круглым этот канал то есть головка несмотря на то что вот весь минус на самом деле вот этого двигателя заключается в том что он имеет просто маленький объем если бы вот это вот все выполнить на двигателе который имел бы объем скажем литра 2 то есть соблюсти по размерам то есть каналы все 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 то ну соответственно только сделать чуть больше головку чуть больше все эти каналы но то ставить пропорции все те же самые то 2 литровый 8 клапанный двигатель даже с таким расположением клапанов выдавал бы очень приличные показатели по мощностным и экономичным характеристикам я уже головку не стал разбирать так как она должна устанавливаться на автомобиль потому что головка находится в хорошем нормальном удовлетворительном состоянии вот единственное что я скажу по пружинам клапанов здесь стоит одинарная пружина клапанов и я вам скажу что как практика показывать я подобное разбирал головки и когда-то мерил усилия пружин на вот этих вот головках вообще вот на старых volkswagen ах вот такие головках и чуть более современных volkswagen всегда делали нормальная пружина клапанов то есть я не помню конкретно я вам сейчас цифр не назову но цифры там были нормальные то есть они не были какие-то там космические показатели то есть всегда конечно можно лучше но то что есть вот завод то что делал она всегда выполняла свою функцию нормально она всегда работала и то есть пружины по упругости здесь были отличные на volkswagen всегда вот поэтому то есть возвращаясь ко всему вышесказанному хочу сказать что головка отлично то есть сам по себе движок очень хороший то есть он простой конструктивно сделан он грамотно вот то есть единственный минус этого двигателя в том что у него ну маленький объем просто то есть двигателя там 1.2 1.3 ну много ты не вытащишь физически автомобиль на который он ставился volkswagen там гольф он весит по весу ну примерно там как девятка как жигули например то есть естественно 1.3 ему будет мало для веселой езды но тем не менее движок очень достойный кстати вот она трубочка есть для полива масла распредвала полива маслом вот кстати говоря я забыл упомянуть что причиной иногда вот такого съедания кулачков является то что вот эта трубка она забивается вот если здесь я ее вытащил так она кстати здесь по моему даже обломанная была кстати 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 она здесь не держалась то я ее просто да она здесь была обломанная вон они остались там обломки ну вот это вот надо кстати дело ликвидировать это кстати и могло стать причиной то что распредвал сажала потому что масло давление она шло не в трубку для полива распредвала она просто раз вытекала вот из этих вот мест то есть Вот, да, она тут и не держалась Вот она И, во-первых, во-вторых Вот эти вот отверстия маленькие Вот этой трубочки Вот эти вот маленькие Их надо всегда не только продувать Их надо проволочкой прочищать Иногда там собирается кокс То есть грязь не попадает в масляную систему В каких-то таких больших количествах Чтобы забивать вот эти вот отверстия Нет, но кокс, который в нем Там внутри собирается Вот он их как раз и забивает Вот это, кстати, есть Я могу предположить с большим процентом Вероятности, что это и есть Причина побитого Немножко позже этого распредвала Вот, а так В принципе, то есть, головка Все отлично, и, конечно же Естественно, вот на этот вот двигатель Я не могу не посоветовать Сделать регулируемую звезду Из этого Шкива делается регулируемый шкив Очень легко, то есть вот эта вот часть Я смотрю, здесь она толстая Здесь миллиметров 5 или даже 6 То есть я показывал в предыдущих видео Просто протачивается Весь шкив с одной стороны С другой стороны Делается кольцо, которое сюда вставляется С одной стороны оно крепится К внутренней части Через М6 болтики А здесь делаются в кольце Такие для регулировки пазики Резьба здесь нарезается Ставится болтик И вся эта система имеет регулировку Вот это, кстати, действительно даст Неплохой прирост Кстати говоря, я также еще не сказал Я хотел, но Увы, что-то меня отвлекло Я здесь сейчас положу фонарик Чтобы было лучше видно Ну, скажем, вот так Я хочу обратить ваше внимание на то, что Кулачок На этом валу Он имеет Сравнительно широкую фазу То есть вот Если так посмотреть То есть фаза здесь где-то градусов 270 Может даже 280 То есть вал имеет Нормальная фаза газораспределения Если сюда сделать выпуск Более такую развитую систему Я, конечно, не знаю Какой здесь коллектор в стандарте стоял Но я не думаю, что он там сильно развитый Если сделать более развитую систему То есть от двигателя Можно получить больше, чем есть Но опять же, такие объем Все убивает Маленький объем Много с него не снимешь в любом случае Ну и, естественно, сам карбюратор Карбюратор здесь стоит у нас Ну, здесь стоял, точнее, Solex Вот он Такого на обзоре у меня еще не было Но вообще однокамерный карбюратор Довольно простой конструкции Простота Это залог успеха Я его уже разбирать не стал Так как он рабочий был Значит, ну, единственное, что я сразу скажу Что вот здесь есть такая пластина Переходная То, что крепится на сам коллектор То есть там четыре болта М6 Здесь карбюратор крепится на двух И все это идет через резиновый переходник такой Ну и сама по себе Вот эта вот пластина Я думаю, видно, что болты стоят друг на друга Немножко косо То есть она немножко деформирована Но, к сожалению, это Болезнь всех подобных конструкций Так При этом карбюратор сам по себе Очень простой Вот Здесь в заслонке, кстати Просверлено отверстие Для того, чтобы регулировать холостой ход Значит Подобные Ну, не доработки А подобные конструкции Применяются тогда, когда Дросселем нужно добавить воздуха Для холостых оборотов Но При этом дроссель Сильно открывать нельзя То есть если его сильно открыть Он уже начинает там задействовать Переходную систему Все остальное Для этого просверливается отверстие Такой как промежуточный вариант То есть он дает дополнительное количество воздуха Чисто на холостых То есть ему, конечно, вот этой маленькой Маленького отверстия не хватит Чтобы полноценно двигатель работал На холостых при полностью закрытом дросселе Но, тем не менее То есть это уменьшает его Открытие для регулировки Так Значит, сама система Ну, то есть вот он с одним распылителем Распылитель здесь, кстати Сейчас я Ну, тут, к сожалению Я так, конечно, не покажу Ну, вот я более-менее попытался показать Этот распылитель То есть он такой Довольно своеобразной конструкции Имеет выход в сторону Несколько отверстий Остальном карбюратор имеет В принципе Сравнительно простую конструкцию Единственное, что именно здесь Вот здесь вот подсос Видно, что дроссельная заслонка Она не совсем стоит до конца Ну, вот она вот тут Скажем так Ну, как-то оно здесь разобрано Здесь По всей видимости Либо чего-то еще не хватает Но, помимо всего Вот этот вот болтик Там сорвана резьба То есть поэтому оно вот так вот болтается Это, конечно То есть, ну Без подсоса, конечно, тоже можно ездить Но такая неприятная мелочь В этом карбюраторе То есть, наверное, поэтому его и Сняли То есть не знали просто, что делать Так И также из особенностей конструкции Хочу заметить привод Вот эта мембрана ускорительного насоса Хочу заметить привод То есть привод здесь идет Вот он через пружинку Так И вся система имеет регулировку Хочу заметить, что регулировку здесь Я уже немножко открутил То есть, если посмотреть Можно по свежей Если посмотреть, можно по свежей резьбе То есть, видно, что я его выкрутил Там миллиметра на 3, на 4 Так И вся система работает следующим образом Вот здесь видно, например Я нажимаю на газ Шевелится сама мембрана И когда я открываю газ полностью То есть, вот он момент То есть, мембрана продолжает шевелиться То есть, доливать топливо Потому что до этого Вот в этом положении Она не шевелилась То есть, она была так регулирована Специально вот этот упор Сделан для того, чтобы Вливать меньшее количество топлива Это делается для Экологии Для экономичности То есть, считается, что Ускорительный насос Здесь нужен исключительно Вот в самом-самом начале Хода дросселя И все То есть, больше он не нужен Но Как практика показывает От этого автомобиль Становится тупым очень на разгон То есть, провал от этого Может какой-то здесь И не появится Большой Но он будет тупой На разгон Поэтому я здесь добавил ход Чтобы впрыск топлива То есть, как положено Если расход топлива Покажется Человеку Слишком большим Он всегда может Открутить вот это дело Назад Довернуть до Отметки И все будет Работать как прежде Это был Небольшой обзор Конструкции Старой головки Старого автомобиля Вольксваген У меня на этом все Благодарю за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok